Глубоко уважаемые коллеги, разрешите представить вашему вниманию небольшой доклад по лечению хронического болевого синдрома в онкологии. К сожалению, основной докладчик Алла Алексеевна сегодня не смогла присутствовать лично, поэтому ее доклад буду представлять я. Итак, когда мы говорим о терапии боли, мы говорим в первую очередь о том, что боль это эмоция, боль это неприятное ощущение, переживание, которое мы с вами и будем врачевать. То есть лечим мы эмоцию, лечим мы боль, лечим мы то, что нам говорит и декларирует пациент. И процесс этот зачастую очень сложный, основанный на многих тонкостях и нюансах. Классификации болей на сегодняшний день много. На этом слайде мы представили наиболее простую, доступную классификацию, когда боль можно поделить на 4 подгруппы. Это нацептивная боль, нейропатическая, смешанная и психогенная боль. Для онкологических пациентов наиболее частый вариант это смешанная боль. На следующих слайдах мы чуть подробнее остановимся на нейропатической боли, как на одном из самых важных компонентов болевого синдрома в онкологии. По определению нейропатическая или нейрогенная боль, она обусловлена поражением периферической или центральной нервной системы, либо заболеванием, поражающим какие-либо чувствительные нервы или центральные ганглии. При опросе пациента, когда мы пытаемся распознать характер боли, мы обращаем внимание на слова-маркеры, на те маркеры, которые нам и будут говорить о нейропатическом характере боли. Что может нам сказать пациент о характере своей боли? Какая боль будет нейропатической? Вот если есть такие маркеры, как жгучие боли, онемение, ползание мурашек, ощущение покалывания, иголочек, какие-то стреляющие, пронзающие боли, если пациент говорит, что его как будто подергивает, бьет током, мы уже должны думать о том, что мы имеем дело с нейропатической болью. Чтобы больше углубиться в этот процесс, мы можем дать пациенту опросник ДН-4, который у нас состоит из 10 вопросов, 7 из них по жалобам, 3 вопроса по осмотру пациента. И в том случае, если на 4 вопроса из 10 пациент отвечает «да», то мы уже говорим о том, что мы имеем нейропатическую боль. Также говоря о болевом синдроме, мы должны помнить, что есть непосредственно и ядрогенное воздействие на организм, когда на фоне проводимого лекарственного лечения у пациента также могут возникать нейропатические боли. Об этом тоже нужно помнить обязательно для чего? Для того, чтобы мы включали в схему терапии те препараты, которые воздействуют непосредственно на нейропатический компонент болевого синдрома. Схемы обезболивания на сегодняшний день остаются та же, что и было давно предложено. Это трехступенчатая схема обезболивания. Первая или слабая ступень – это боль до 4 баллов. Средний тяжелый болевой синдром – это от 4 до 7 баллов. И, соответственно, тяжелый болевой синдром – от 7 до 10 баллов. Что нового в этой схеме? То, что уже на второй ступени мы начинаем применять сильные опиоиды, которые предназначены для третьей ступени, но в минимальных дозировках. То есть на сегодняшний день мы имеем эту возможность подключать препараты уже на второй ступени. И в том случае, если мы выявляем нейропатический компонент боли, мы обязательно подключаем те препараты, которые воздействуют непосредственно на нейропатическую боль. Они здесь перечислены. Это антиконвульсанты, антидепрессанты, местные анестетики, соответственно, и опиоидные анальгетики. На сегодняшний день четкой шкалы, как мы оцениваем боль, нет. Поэтому мы можем предложить пациенту несколько вариантов. Это и визуально-аналоговые шкалы, и визуально-рейтинговые, и визуально-цифровая шкала. Здесь строгих регламентов нет. Но как только мы поставили пациенту диагноз «болевой синдром», мы обязательно должны указать интенсивность этого болевого синдрома. На этом слайде предемонстрированы шкалы, которые могут быть использованы для детей, когда им удобно, наверное, себя идентифицировать по таким картинкам. Мы можем использовать вербальную рейтинговую шкалу, мы можем использовать вербальную цифровую шкалу. Когда мы предлагаем пациенту определиться по интенсивности болевого синдрома от 0 до 10 баллов, о чем еще нужно помнить? Когда пациент приходит, естественно, он может говорить о том, что у меня боль в руке такая-то, боль в ноге такая-то, боль еще где-то такая-то, и в этом случае мы в диагноз выносим все характеристики этой боли. То есть мы говорим о том, что, допустим, боль в верхней конечности у пациента до 5-6 баллов, боль в нижней конечности у пациента до 7-8 баллов, а терапию мы подбираем суммарно, исходя из того, что мы имеем по болевому синдрому. О чем еще нужно помнить? О том, что когда приходит пациент и рассказывает нам про болевой синдром и оценивает как раз свой болевой синдром по 10-бальной шкале, как мы помним, мы лечим эмоцию и ощущение, мы лечим то, что нам декларирует и доносит пациент. И тут нужно тоже обращать внимание на детали. Пример. Приходит пациент и говорит, что, ну вот мы спрашиваем, как у вас болит на сейчас? Он говорит, а вот у меня боль 9 баллов. Прав в данном случае пациент? Прав, потому что это его субъективное мнение, но что должны учитывать мы? А мы видим, что пациент сидит, и он, в общем-то, внешне весьма спокоен. Он сидит в непринужденной позе, допустим. И вот такого тяжелого болевого синдрома, как он описывает, на момент осмотра у него нет. И в этом случае мы у него выясняем. А скажите нам, пожалуйста, вот когда у вас эта боль появляется, как часто, что вы используете для купирования боли, пробовали ли вы что-то? Если пациент говорит, допустим, что да, боль появляется там раз в 2-3 дня, последний раз боль была позавчера, купировал я ее одной таблеткой, допустим, там, кетонала, мы понимаем, что да, для пациента эта боль выраженная, но, естественно, мы не кодируем тогда, что болевой синдром 9 баллов, потому что мы подбираем противоболевую терапию, исходя из имеющейся ситуации. Но если этот спокойный пациент рассказывает нам, что да, боль у него 9 баллов, и для того, чтобы приехать к нам, у него на правой руке пластырь, на левой руке след от укола и за щекой у него 2 таблетки, мы понимаем, что да, действительно у этого пациента тяжелый болевой синдром, который у него купирован частично на фоне уже имеющейся терапии. Вот этот момент обязательно нужно учитывать, когда мы описываем болевой синдром. По основным принципам терапии, базисные принципы, это то, что мы даем терапию, соответственно, преимущественно перорально, стараемся использовать неинвазивные формы, назначаем терапию по часам, по восходящей, и вот последние два пункта, индивидуально и с вниманием к деталям, они очень важны. Почему? Потому что да, мы стараемся максимально обеспечить пациента перорально и стараемся максимально использовать неинвазивные формы в том случае, когда это возможно. Пример. К нам приходит пациент, допустим, у него тяжелая дисфагия на фоне основного заболевания, пациент истощенный, то есть пациент не может адекватно глотать таблетки. Мы понимаем, что трансдермальную систему в данном случае использовать мы можем условно, потому что у пациента мало жировой клетчатки, и, скорее всего, этот пластырь не будет оказывать значимого эффекта. И тогда, да, вот это как раз и есть внимание к деталям. Мы подбираем ту схему, которая будет эффективна непосредственно для конкретно данного пациента. На следующих двух слайдах мы постарались показать то, что у нас было в плане лечения и то, что у нас есть сейчас. То есть ранее у нас было всего три молекулы опиодных анальгетиков и не так много неинвазивных лекарственных форм. На сегодняшний день, посмотрите, пожалуйста, рынок достаточно хорошо насыщен. Мы имеем и трансдермальная система фентанила, и бупринорфин в трансдермальных системах и в таблетках, морфин в капсулах и таблетках, просидол в таблетках защечных, тромодол в капсулах и в таблетках продленного действия, темпентадол, торгиноксикодон с налоксоном таблетки продленного действия. То есть в данном случае мы можем адекватно подобрать терапию, потому что мы имеем достаточно большой ассортимент препаратов. Плюс, что еще значимо облегчает наше существование на сегодня, это то, что большое количество препаратов мы можем выписывать на 148-м бланке. Трансдермальные формы мы можем выписывать на 148-м бланке, полексию торгин мы выписываем на 148-м бланке. То есть обезболить пациента первично может в принципе любой специалист, который имеет доступ к 148-му бланку. Единственное, на чем здесь я хотела бы сакцентировать внимание, что когда мы говорим про защечные формы, про таблетки, все-таки мы стараемся использовать их, используем не как препарат основной линии терапии противоболевой, а для купирования прорывной боли. Что такое прорывная боль? Например, мы назначили пациенту схему противоболевой терапии, мы начали ее подбирать, но пока мы не достигли полного медикаментозного контроля, то есть мы не обезболили пациента достаточно эффективно, и вот на этот момент мы можем использовать защечные формы для купирования вот этих самых прорывных болей. Опять же, так как сейчас рынок достаточно большой, зачастую пациенты приходят с уже имеющейся противоболевой терапией, и нам иногда требуется перевести пациента с одного препарата на другой, нам в помощь есть, например, калькулятор ротации опиоидов. Это бесплатное приложение, которое можно скачать себе на телефон, и в нем очень легко вы можете перерассчитать одну форму препарата на другую при переходе, то есть здесь просто вводите то, что у пациента есть, то, на что вы хотите его перевести, и калькулятор автоматически пересчитает вам на эквивалентную форму того, что вам нужно получить. Поэтому приложение бесплатное, можно им пользоваться, скачивать на свои, соответственно, девайсы. В плане маршрутизации пациентов, это практически уже заключительные слайды, здесь мы скажем о том, что есть непосредственно у нас в институте. Пациент обращается на прием, то есть он записывается либо через колл-центр, либо направляется лечащим врачом, либо смежными специалистами. Пациенту проводится подбор системной фармакотерапии. Так как мы работаем в рамках мультидисциплинарной команды, то в качестве помощи всегда мы можем обратиться к специалистам КТ и МРТ, то есть диагностировать болевой синдром более четко. Естественно, у нас есть и хирургические методы лечения. Ну и, соответственно, дальше происходит пациенту подбор системной фармакотерапии, выписка рецептов. У нас разработаны дневнички боли, которые выдаются пациентам, где пациент отмечает свой болевой синдром, как он реагирует на противоболевую терапию. И по этим дневничкам мы можем оценить динамику болевого синдрома, когда пациент приходит на следующий прием, и, соответственно, подкорректировать терапию имеющуюся. И для пациента это тоже очень хорошо, потому что он может визуализировать свой болевой синдром в динамике. Когда же мы отправляем пациентов на креогенные методы лечения? В первую очередь, это плохая переносимость системной фармакотерапии, когда, несмотря на всю обилие препаратов, мы подбираем терапию пациенту, но у него есть осложнение. То есть, допустим, какая-то тошнота, рвота пациенту плохо, вот не переносит он нашу системную фармакотерапию, несмотря на все наши усилия. И, естественно, когда мы не можем обеспечить адекватный медикаментозный контроль болевого синдрома, когда нашей системной фармакотерапии откровенно не хватает, и в этом случае, естественно, мы должны направить пациента дальше на уже другие методы лечения. Благодарю за внимание.